Так, это я вам уже рассказывала. Теперь немножко об элементах, чтобы было понятно, кто базан, на которой собраны данные. Вы знаете, это девушки, из разных концов света. По поводу их социальных, почему девушки, не мальчики? Потому что все равно у людей есть ощущение, что рисование это такая девчачья вещь и прочее. А юноши приходят, но приходят в основном на личные консультации. Вот там они отрываются по поводу, с большим удовольствием рисуют, причем мне периодически я слушаю удивительный запрос. Типа, вот у меня такая бизнес-поблема и прочее, ну давай мы с тобой будем ее решать с помощью моего выдвига. А мы что, мы будем рисовать картину про это? Я говорю, если очень хочется, мы, конечно, можем рисовать картину, но вам ехать или шашечки? То есть, что сначала? Картина или решение проблемы? Тем не менее, я говорю, что мужчины тоже рисовать ливы, но как-то стесняются об этом признаться, скрывают немножко. А вот из девушек, у которых большинство, очень разная, как будто, социальная логика. То есть там они делятся на несколько так частей. Либо это бизнес-лубы или топ-менеджер в крупных предприятиях, которым нужна просто вот такая отдушина после очень тяжелой работы, которая позволяет полностью отключить мозги, как-то прийти в себя, узнать больше о себя, расслабиться и приятно провести пить. Либо это моя любимая категория юрист-экономиста, а что я имею в виду? Очень много ребят поступило на эти специальности не потому, что у них было призвание, а потому что родители посоветовали, что будет хорошая специальность и так далее. В результате они заканчивают и понимают, что метроиспруденции непрекламенно послышать не могут. Ну что делать девушек в такой ситуации? Рожать замуж, рожать придет. Одного, второго, третьего. Когда дети подрастают, все уйти вопрос, чем заниматься дальше и работать, и вообще, что я, кто я в этом мире и так далее. Плюс вот разное время, если к этому времени уже, когда вопросы на реализации в том, что они не будут. Поэтому они идут ко мне и говорят, помогите, спросите. И понимают, как жить и что делать дальше. А потом, это много девочек в декрете, которым тоже нужно за такой момент обновения от ребенка. А вот как раз онлайн-рисование помогает выбрать 10-15 минут, пока малыш спит, и что-то поделать, прессовать, отдохнуть. Вот. И могут троить детей. Я не знаю, почему эти женщины попадают в одинную категорию, но вот реально. Именно стрелялись в мир, у меня очень много. То есть, я не раз, два, но все равно, женщина уже в них в армии. Вот. Причем они, как бы, как раз эти женщины очень активны, они очень хорошо организованы. Они успевают все всегда раньше, группы были, а можно там вперед, отдать дополнительное задание и прочее. И так они смотрят, думаю, как вы вообще все успеваете вообще. Ну, тем не менее. Вот. И также девочки, которые вышли замуж за иностранцев, была такая мода какое-то время назад. И которые очень активны, очень как бы социальны, но пока они еще не очень подписались в ту жизнь, им нужно тоже как-то свой большой потенциал реализовать. Вот это на любимые клиенты, которых у меня больше всего, и которые, как бы, чаще всего приходят с разными запросами. Так. По поводу там причин, которых продвигают. Вот здесь тоже есть несколько вариантов. То есть, во-первых, это то, что у человека требуется творческое самоображение, зуб творчества. Я хочу что-то сотворить, принести что-то новое в этот мир. Во-вторых, это то, что я говорю о искании пятой точки, недовитворенность в жизни, когда что-то не так, но еще не понимаю, что уже надо что-то изменить. И просто девочки, ищущие счастья, которые понимают, что что-то им должно дать яркие эмоции, и пристать сделать их нервы ярче и прочее. Если говорить по акцентуациям, то в основном это аффектики шизоиды, есть немножко псевастыников и истериков. В своих работах с ними я отравлюсь на позитивную психологию. Это такой очень американский подход, когда мы делаем акцент не на проблемах, а на сильных странах человека. И когда говорим с ними не столько о несчастном прошлом, как все аналитики, сколько о счастливе и будущем. Понятно, что на самом деле у нас бывают и детские комплексы, и зажимы, и детские травмы, очень много. Немножко потом про это расскажу. Но, в принципе, когда мы на этом не зацикливаемся, а больше говорим о позитиве и больше помогаем настроить счастливую жизнь, то где-то в 70-80% эти проблемы у человека в состоянии решили самостоятельно. Еще где-то 15% решается в процессе общения на курсах. Где-то 5% требует более глубокой работы, то есть имидуально. То есть там уже ползает как бы серьезная вещь. Вот. Так. Ну и, соответственно, о результатах. То есть, во-первых, они действительно все учатся рисовать, зачем, собственно, эти решения на курсы. А в качестве побольше получают умение достигать большой цели с помощью маленьких шагов. И после этого, поскольку мы поддерживаем отношения, в принципе, с очень многими дружим уже, они постоянно пишут, типа, что у них еще произошло в жизни после курса. Вообще не имеющих отношения ни к спонтанной живописи, ни к рисованию и прочее. И тут, конечно, безумно интересно. Потому что одна девушка, занимающаяся миссис-тренингами в Киеве, стала внедрять рисование, как бы, и вот элементы скетч-мотинга в свою повседневную работу. И у нее страшно много клиентов стало пробегать на курсы, реально работать на них. Потому что она летает, когда не показываешь инстандартную презентацию, они сидят, спят. А тут, как бы, показываешь рисованные, все смотрят на экран, никто не древний. И вообще всем интересно, что это, как это и что это. Еще одна девушка стала всерьез заниматься художественным творчеством. Вот у нее сейчас уже прошла выставка в Комбонгане. А до этого она говорила, что вообще не уверена, но мечтала об этом всю жизнь. То есть вот тоже такие интересные моменты. То есть происходит очень много интересного. И происходит это за счет того, что люди выходят из зоны комфорта и, в принципе, понимают, что здесь нет ничего страшного, никто там без кустов не выскочит, тебя не укусит. И они учатся осознавать и преодолевать проблемы с помощью артериофии. То есть они учатся методом самопомощи. То есть я все время говорю, ребят, у меня нет задачи, чтобы все вы дружно по мне ходили на консультацию. Я просто физически не смогу столько и столько провести. Лучше, если вы научитесь помогать себе сами. Это возможно. Вы как бы это почувствуете на курсах, но дальше уже как повезет. И главное, что я считаю, что они учатся самостоятельно справляться со стрессом, гневом и немотивированной агрессией. То есть то, что очень часто женщин решает, губит и как бы плохо сказывается на семейной жизни и на отношения с детьми. Как всего этого додается достичь? Как я уже сказала, что две вещи. Во-первых, изучение базовых принципов рисования. Во-вторых, сняется страх в комплексе изожжения. То есть ничего такого сверхъестественного нет. Так. И вот тут, конечно, очень интересно, где страхи, с которыми преследует творческого человека. Когда он вообще начинает решать, и в принципе любого человека решает заняться творчеством, либо какой-то новый вид деятельности для себя. Во-первых, это страх начала. То есть ко мне происходило несколько гивчушек на курсах, которые говорили, знаете, вот мы 20 лет собираемся с мудрством, чтобы начать рисовать. Мы там заходим в художественные магазины, закупаем краски, альбомы, дисточки. Все это у нас решит дома. Мы водимся белого листа, боимся приступить. Вот. За этим стоит и страх, а у меня не получится, и страх, как ни странно, похвалы. То есть это очень интересно наблюдать на курсах. То есть мы, поскольку работаем по американской методике, я людей не ругаю, в отличие от технической школы. Не говорю, что вы там закосили угол, закосили овал и прочее. Я могу им в лучшем случае бы сказать, что можно бы сделать вот так, будет красивее. Но в принципе больше хвалу. Люди пугаются. Типа, а что такое? Я никто не ругаю, не говорит, что я вот такое и прочее. И когда мы начинаем с ними прорабатывать эти моменты, когда они начинают учиться принимать реально по фалу, оценивать реально свои поступки, и вообще хвалить себя сами и хвалить окружающих, у них очень сильно меняются мировоззрения, установки, и как бы жизнь начинает резко меняться, потому что в ней действительно как бы появился крыльгольный камень, который тянул за собой все остальное. Теперь по поводу того, как прорабатывается с помощью артопедических методик и различных страхов. Я, наверное, откажу вам на этом видео одного, а потом, если вам интересно, мы можем продолжить с этим каким-то в ответом страхом. Вот, например, страх начала. Работа здесь на самом деле начинается еще до курса. Ну, поскольку в основном у меня курсы платные, то есть я часто провожу благотворительные мастер-классы, обучающие, но длительные курсы, поняв, они за деньги, потому что всему мне тоже надо кушать. Вот. И предшествует маркетинг и длительный цикл продаж. Ну, тут тоже можно говорить много по бизнесу и прочее, но вообще как бы такие вещи, которые не являются жизнью необходимыми, нет острых болей, а есть поиск и счастье. Люди принимают решения либо национально, либо очень долго думают. Стоит ли на это потратить деньги с моим бюджетом, а хочу я пойти к этому человеку и так далее. Везде срабатывает то, что я, ну, так, периодически активничаю в соцсетях. У меня есть сайт, я веду блог, я провожу очень много эксплуатных семинаров, мастер-классов на разных площадках, провожу дни открытых дверей, то есть разные ходы, которые позволяют людям заранее со мной познакомиться и понять, хотят ли они учиться именно у меня или нет. И вот на этом этапе страхи первоначально у них уже снимаются. То есть они уже попробовали что-то на бесплатном мастер-классе, у них что-то получилось, ага, они загорелись, пришли. И дальше начинается уже серьезная работа. В первую очередь со страхом, а у меня не получится. Здесь очень просто. Что мы делаем? Мы даем простые вещи, которые вам не могут быть технические, которые не получатся, не могут быть в определении. Вот это главная хитрость. Дать человеку что-то, что он сделает, априори сделает хорошо. В частности, на моих курсах мы начинаем от рисования букв, от упражнений на знакомство с красками и с упражнениями. Вот я вам листаю, показываю работу, которые девочки рисуют на первом-втором занятии. Там есть определенная система, как ребятам показали, как вы вообще никогда не держали кисть и краски, и чтобы у них получилось с нуля и получилось красиво. Вот еще один момент, который меня отличает от многих арт-терапевтов, что поскольку я еще и художник, мне тоже важно, чтобы было красиво. Они просто нарисовали какую-то непонятную корябу, в которую вложили глубокий смысл. Так. Я, слушайте, я листаю очень медленное печально, но не знаю, как этот печальный процесс убострить. Ну, вот зато у себя, да, разграблюсь. Вот. Да, что я очень люблю то, что делают, очень люблю то, что у меня ни в чем не делают. Поэтому я, конечно, картинок доставляла в презентацию много. Вот. Дальше по поводу, давайте пока я буду так медленное печально листать, я вам рассказывать, так дискутирую. Что и какие материалы используются, почему это принципиально важно. Вообще, в классических артериапевтических техниках, вот западных, спонтанных живописей, прочее, не рекомендуется использовать жесткие материалы, типа пастели, не рекомендуется использовать пастозные краски, гуашь, масло, темпро, акрил, по той простой причине, что они слишком хорошо управляют. То есть здесь должен быть элемент спонтанности. То есть краска потекла, не туда, нам надо как-то в это играть, а у нас, правильно, резлость, творчество и креативность. Вот. Но поскольку еще мы используем много техник пришедших из скетчинга, то есть быстрое рисование, сразу набило, и которое дает уже спонтанность, то мы используем линиеры, используем перевые ручки, используем шариковые ручки, если нужно. То есть то, что позволяет сделать очень быстрый спонтанный набросок, выразив тот образ, который у вас на душе. Вот. А, как бы, все это еще хорошо сочетается с акварелью, с горшью, и позволяет, как бы, добавить легко упражнение развития креативности на развитие творческого мышления, и тоже с этим справляется. Теперь страх чистого листа. Вот это очень странно для меня, как для художника, что можно бояться использовать материал. Но здесь мы вступаем в дело с детскими травмами. Очень часто родители делают такую ошибку, что ребеночек берет альбом, начинает рисовать, черкать и так далее, прибегает маму, говорит, что ты натворил, он же дорогой стоит, типа, зачем ты испортил целый альбом? А у ребенка идет, как в этот момент, творческий порыв. И все, это отчеталось, и на все осталось всю жизнь. Типа, я боюсь этот дорогой альбом испортить. Тут мы, конечно, с ними очень много прорабатывая детские установки, то есть почувствуйте себя детьми, погрузитесь в тот период времени, вспомните, откуда это идет с помощью техникой визуализации эликса нянского транса, почувствуйте себя исследователями, то есть, и главное, чистых листов у нас нет. Мы всегда говорим, что ребят не покупают очень дорогие материалы, которые не будете бояться, берите как бы приемлемые. Но поскольку люди все взрослые, так лишь сильно как заморочек у них не возникает именно по цене вопроса. А тем не менее, предупреждаю, что материалов понадобится много, и надо с ними обращаться свободно. Одно из лучших упражнений, опять же, для того, чтобы обмануть наш мозг, это просто избавиться от чистых листов. То есть мы начинаем с того, что начинаем листы сознательно портить, пачкать красками, наносить на них кляксы, брызги и прочее. В результате получаются очень красивые вот такие фактурные поверхности, которые являются основой для дальнейших работ. И тут же уже можно познакомить с базовыми техниками типа рисования от петна, когда мы сначала просто наносим цветные петли, а потом превращаем их во что-то более интересное. Из этой же серии рисования кляксами сначала выдували эквякции с трубочкой. Причем очень интересно, когда взрослые люди начинают играть в такие детские вещи, просто видно, как у них сгораются глаза, как они начинают обалдеть, как они там выкладывают по 20 работ и говорят, можно, 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 типа мы еще поиграем в это. Я говорю, конечно можно. То есть у нас можно все. Это основной принцип, что у нас ограничений нет. То есть творчество это территория свободы, то, где вы можете себя чувствовать свободными, и экскрементировать так, как хотите, вам никто слово поперек не скажет. Получаются такие интересные, красивые абстракции. И понятно, что когда народы еще очень часто выкладывают в социальные сети, уже хочется помолваться, и все говорят, о, вау, и прочее. Это очень способствует, потому что человек не думает, да, действительно, у меня получается, я вообще осень не криволюки, а даже вполне себе интересный художник. Лена, извините, у нас вот сейчас закончилась, у нас еще 15 минут, 15 вопросов, но сконцепфюрируйтесь на названии, как бы все-таки со страками, это все очень, смотрите, это можно бесконечно прорабатывается в процессе конкретной работы. То есть вот под каждый страк, с которым сталкиваются клиенты, я выбираю определенную серию артериопатических упражнений. То есть я, когда устраиваю курс, уже, наверное, методики преподавания как раз вопросов, то есть я ставлю себе два направления. То есть во-первых, что я даже интересовала, то есть чему человек реально научится, потому что здесь, как у собаки было, важно положительное прикрепление. То есть после каждого маленького урока, а уроки разбиты, ну где-то переназначено где-то 15 минут времени, человек должен получить законченную работу, пусть маленькую, пусть это будет разворот в скитч-моке, пусть картина, которую можно повесить в рамку на стене, но это должен быть маленький шажок вперед. То, что его убедит и на сознании, и на сознании, и на сознании, на уровне, что у меня все хорошо, у меня это получается. Дальше я даю специальные артериопические упражнения на проработку основных страхов, которые я перечислила. Причем я уже знаю, в каком этапе какие страхи возникают, потому что в курсе прошло много, потоков прошло много. Соответственно, эти же самые упражнения на рисовании имеют терапевтическую составляющую. То есть на определенном этапе мы начинаем вплотную прорабатывать страхи, с которыми люди сталкиваются. Ну, первый страх это внутренний критик, то есть это работа с субличностями, это погружение в детство, это проработка детских травм на самом деле. А вторые вещи здесь неизбежно, к сожалению, сутравиваются во-вторых, детские отношения, а во-вторых, отношения детей, воспитателей в детском саду и в числе, то есть людей, значимых в раннем периоде времени. По моему опыту не возникают у людей сильных страхов на то, чтобы Сергей развал и принтами после начальной школы. То есть где-то 6-7-8-9 лет это когда дальше уже у ребенка включается критическое мышление. Но, к сожалению, оно включается, но включается, начиная с того момента, когда включилась. После этого ребенок уже может сказать, это учительница в принципе для меня не авторитет, поэтому не буду я ее слушать, уж чтобы она не не сказала. Но вот это первая учительница Марья Ивановна, которая была в начальной школе, ее авторитет все еще сохраняется. И когда мне в 45 лет девушка говорит, вы знаете, мне Марья Ивановна сказала в свое время, что вот я не умею рисовать, а вообще вряд ли чего тогда люди в жизни, говорит мне менеджер крупного российского банка. Я говорю, слушай, ну давай как бы здраво-помысливо, вот ты сейчас давай сделаем упражнение в шаре времени, пойдем сейчас туда, и ты взрослыми глазами посмотришь на эту ситуацию. Вот она заканчиваем, она говорит, боже, типа, как я могла столько лет выжить вот с этим, как бы, негативной установкой, и как бы действительно в это верить. потому что сейчас я понимаю, что Тамаря Баловна, по сути дела, не очень умная женщина. И вообще я многое в жизни добилась. Вот мы рисовали список в ходе, в ходе походу дела, походу курса, ее реальных достижений. Вы именно не пишете, а рисуете. Мы делаем то и другое. То есть у меня все упражнения, давайте я пристаю, я вам покажу, просто пока, куда рассказывать, я поищу. То есть у меня все упражнения, всем написано. То есть есть рисование, есть то, что возникает, возникают слова по этому поводу. Там может быть несколько вариантов. Если это вот такие технические вещи, я прошу просто рядом, ну вот как на стандартном видео-артифетический дневник, то есть это достаточно известная практика в российской и в зарубежной основной психологии. То есть вообще вся работа на курсе идет в арт-буке. То есть я прошу одно, что ребята, давайте вы не будете рисовать на отдельных листах, мы забудем дневник художника, арт-бук. Это может быть обычный альбом или Драковский чипук, это не важно. Но принцип простой, что поскольку у нас идет не только мы учимся рисовать, но и проходит психологическая работа, вам важно в конце получить дневник путешествия к себе, где вы сможете преследить свой прогресс, от того, что я вначале написала, что я не умею рисовать, даже не знаю, получится ли что, до конца, когда вот в реальном успехе и достижении, вот в конце каждого курса мы делаем серию работ, которые можно пронесить на стену и показать друзьям, знакомым продать, подарить, устроить благотворительную аукционную все что угодно. То есть это как бы реальные вещи, которые убеждают людей на осознательном уровне. Дальше идет проработка то же самое фрагментов на бессознательном уровне. Тут включаются разные упражнения. Но в принципе, что такое образное мышление работа как терапевта? То есть человек через благотворительную плаву определенных образов дает волюс ему бессознательно. И когда он потом пытается ответить на вопрос, что это для меня значит, какие ассоциации у меня возникли в процессе работы и почему? Цепочка из бессознательного втягивается на осознательный уровень. То есть происходит осознание проблемы, а на самом деле ну вот по моим впечатлениям это в 70% уже как вариант ее решения. То есть дальше она может потянуть с собой друг второе, третье, четвертое и требовать более глубинной проработки. Но тут еще по поводу безопасности курсов, поскольку это онлайн, у меня я все время говорю и у меня везде написано и так далее, что ребята могут быть неожиданные вещи. Можем задеть какую-то глубинную травму и так далее. Поэтому можно мои координаты везде и вся, пожалуйста, я всегда на связи. То есть вы всегда можете записаться на консультацию или задать какой-то вопрос и прочее. Ну где-то вот я говорю в 5% от случаев люди потом приходят на более глубинную психологическую проработку. То есть они чувствуют, что им нужна психологическая работа. А вообще 50% людей ну вот на походу в тело курсов их больше интересуют психологические страны вопросов. 50% им достаточно просто рисования. То есть они балдеют от расходящего с ними, от того, что они мучатся новым, от того, что это целое интересное мир. Но это тоже расслабление и психотерапия. Это уже психотерапия. но смысл в том, что ну вот я просто вижу эту градацию и в принципе я так и иду, что и то и другое и каждый получает до чего хочет. Еще очень интересный момент, что люди возвращаются на курсы. Без ними это было очень неожиданно, потому что я сама аффектик. Мне скучно заниматься по второму кругу одним и тем же. Когда я увидела, что у меня девушки записываются по второму, третьему курсу на курс, у меня первый реакция была «Ребята, вы что-то не поняли так, наверное, перепутали и прочее». Они говорят «Нет, мы хотим еще раз, мы уже на более высоком уровне пройдем то же самое». После этого я поняла, что курсов надо делать больше, как-то это интереснее, перестраивать работу, но пока это вот так. Некоторые приходят в этой фазе, действительно, прорабатывают то же самое на большем уровне осознания как-то. Вот. И соответственно, соответственно, то есть работа в книг-нигер строится так, что это есть ассоциативные вещи, то есть эссе, и рефлексивные. Это есть специальный упражнитель. То есть мы сочиняем, например, мы пытались с ними истории про страхи, придумываем мальзотворение страхов, внутреннего критика, способа борьбы с ним, сочиняем сказки, пишем мини-эссе, и вот по итогу курса, кстати, у многих как бы наоборот очень хорошо пошло именно дневниковая часть, то есть тексты. Они как бы написали несколько книжек-сказок, присылали к нему иллюстрацию, это уже издали. У меня есть подарок с Киевом, типа изданная книжка моей ученицы, я вообще молода. Прямо горожью с Юлечкой. Ну и плюс еще такой психотерапевтический момент, здесь я не написала это, но вообще очень важное для сегодняшних людей это страх одиночества и вообще борьба с ним, потому что с одной стороны интернет нас вроде сближает, у меня учатся девушки из, наверное, всех стран мира, причем из очень экзотичных типа Эфиоты, Китай, Мексика и так далее, это спасибо рекламе на присутки, который странным образом ее показывает непонятного многому известным принципам. Но девочки только русскоязычные, на вопрос изведу ли я в английском, я честно говорю, что я не настолько хорошо знаю язык и вообще ребят, в англезочном мире очень много хороших своих арт-терапевтов, ну и вам лучше обратиться к ним по той простой причине, что вообще считается, что работа клиента и психотерапевта должна быть на экрономизыке. То есть я знаю даже от коллег по штабам в Англии, что у них так и есть страны, что если там не возникает какая-то необходимость человека отправить к психотерапевту, ищут у него русскоязычного психотерапевта. То есть там всеми правдами и неправдами, чтобы он разговаривал на этом языке. То есть то, что человек даже очень хорошо знающий английский, но для него это ни в одном языке не трогается от удачного психотерапевта, говорит, показывает гораздо лучшие результаты. То есть вот тоже такой интересный момент. И в терапии это точно также срабатывает. То есть, наверное, обучать в салоне уже не все можно, но вот более глубинные вещи, которые затрагиваются, не стоят. У меня такое убеждение. Вот. И соответственно, соответственно, то есть когда один фотон в конце, через три месяца перелистывают этот дневник, то есть они видят рисунки, видят свои рассказы, соображения и прочее. И уже это достаточно хорошо срабатывает как психотерапевтический медик, потому что есть динамик. И опять же, блокнот не позволяет надавшуюся работу вырвать, зачеркнуть, как с ней нехорошо поступать. И через некоторые улевы человек вдруг понимает, что то, что ему казалось ужасным, вообще очень интересная штука, которая может лечь проснула у чего-то большего и сама по себе уже гадала. То есть вот такие моменты. Давайте мы отвечаем на вопросы? Еще. Кого? Кого? Что? Кого? Что? Спасибо вам большое. Это интересный директор.